какая красота не зря тут рядом поселок солнечный солнышко нас встречает гадеция сейчас с вами все посмотрим проверим после выходных выходные были насыщенные кто еще не знает что было на выходных ссылочки на видео оставлю под этим видео обязательно захотите посмотрите друзья у меня обход смотрите по отношению к руке в общем такое чудо возможно вырастить на севере как новые бутончики начинают розовая волна 5 сегодня тревожно летает вертолеты так низко пролетел аж напугалась и решила снять ребята извините за ветер сегодня ветреная погода несмотря на тепло смотрите решила под собрать помидорки чтобы они не испортили связи похолодания предстоящим кое-какие вот забурили вот это ведро она 12 литровая объясняю потому что на камеру не всегда понятен объем и почти вот двух кустов почти полное ведро красота тем более учитывая что помидоры краснеют сами по себе вкуснотища обязательно пробу сниму еще раз повторюсь вот этот объем почти 11 литров помидор с двух кустов помидор то есть два кустика ну красота красота и вкуснота протестируем 100 я снимала пробу кстати не показала почему то вам покажу и вот с этих снимем пробу и расскажу какой вкус не хочет сегодня солнышко нас порадовать облачность ветер вечером обещана гроза с дождем посмотрим а пока ловим момент вот Субтитры сделал DimaTorzok Так, заходим в святая святых, теплица, хотела показать, зашел тут у меня укропчик, аллигатор называется, крупный, дружненько, там я посадила свежий салатик, ну, знаете, посмотрим, если бабье лето будет, поедим совсем очень-очень свежий салатик. Так, сразу покажу по зеленому золоту, это у нас рукола, такая вот веселенькая, здесь уже такая рукола с начала лета, но пока сочная. Извините, вкусно, сочно. Так, здесь я часть помидорок снимала, еще раз показываю, кому интересно. Так, сейчас я, вот, вот этот помидор, вот такой, пролабаби, честно, не знаю, каждый год они продают, не каждый. И сейчас хотела еще показать, ну, снимаю, чтобы не забыть, в принципе, даже если честно и себе, красный колокольчик тоже мне очень понравилось. Понравилось, что сразу эти кустики начинают плодоносить. То есть, не так вот, что, знаете, джунгли, как обычно, а плодоносит. Помидорный бум я называю. Вот такой вот красный колокольчик. Кроме того, не поверите, совсем неожиданно, если тот красный румянец у меня буреет только дома, а это буреет здесь. Видите, оно как черри, веточками. Там веточка, здесь веточка, здесь веточка. Если бы я знала, конечно же, я посадила бы больше, но, к сожалению, вот не успела. Вот, хотела и перец, и помидорок. Обычно у нас это половина вся. Ну, огурчики, как эксклюзив в этой половине теплицы. Ну, вот так вот. Петрушка очень сочная. Наверное, буду резать на заморозку. Потом такая вкуснятина зимой кушать. Огурчики даже цветут. Еще будут осенние огурчики у нас. Ну, листва уже чуть-чуть желтеет от холода. Но, видите, там вся огурчик есть. Ну, все, сейчас буду поливать. Сегодня у нас, похоже, заключительный день тепла. Смотрела продолжительный прогноз погоды. Сегодня 23 градуса. Для нас это счастье. Я всеми силами постаралась запланировать именно поездку на дачу в свободное время. Потому что потом у нас плюс 13. Плюс 13 и все. То есть уже, не знаю, вот сами гадаем, бабе и лето будет, не будет. Ну, посмотрим. А если честно, неизвестно. Ну, и так, если честно, шикарный конец августа. Хоть и были холода, и грели печку мы дома. Ну, куда деваться север и север. Ну, а прежде чем варить брусничный джем, собрала свежий урожай бруснички. Вот так вот я кладу на блюдечко. Убираю мусор. Она как такая свежая. Хотела показать, смотрите. Ой-ой-ой. Ой. Убираю мусор мелкий. Ну, это обычно, знаете, листики, где-то помятая ягодка. Такой, лесной. И вот сюда складываю уже без листиков. В этом сезоне она крупная, мощная, сочная. Вот так вот я перебираю ягодку. Вот мне осталось еще чуть-чуть. Вот в таком виде. Ну, собираю, потому что специально такое есть орудие для сбора бруснички. Руками точечно это очень сложно. А с помощью такого коршечка очень удобно. И вот так вот. Такой вот результат. Хотела показать, какая крупная ягодка. Смотрите, по отношению к руке. Размером с вишню. Вот такая вот брусничка. Родилась этим летом на севере. И снова мои заготовочки. Как я называю, сибирское золото с севера. Ой, северное золото. В общем, это прелесть. Это витаминная бомба. Чуть-чуть сейчас потоплю, чтобы сахар растворился. Брусничку я вам показала. Шикарная. Нашли в глухом лесу. Ну, к сожалению, не сняла. Потому что надо было собирать уже как-то все-таки съемки. Это труд. Это труд. Реально труд. Иногда кажется, ой, да что там доснял. Нет, ребятушки, не смогла. Ну, посмотрим. Еще леса меня ждут. А пока я такие заготовочки еще заморожу, конечно же, ягодку. Может быть, еще пирог сделаю. Тем более скоро праздники. Набрала петрушки. Нежная, нежная, сочная. Хочу сейчас мелко нарезать ее и в морозилку. А потом, уже более поздней осенью, зимой, раз достал в салатик, раз в супчик. Всегда зелень своя свежая под рукой. Эко-зелень. Хотя, конечно же, в магазинах я покупаю свежую, но своя зелень никогда не помешает. Тем более, на севере она у нас стоит очень-очень дорого. Друзья, уже видео получилось довольно-таки длинным. Поэтому на этом я закругляюсь. Дачный влог за два вечера начала недели я разбила на две части, дабы вас не утомлять. Потому что, если все в одну часть загрузить будет очень-очень долго, может быть, вам утомительно будет смотреть. Поэтому на этом я заканчиваю. Впереди еще интересные влоги. Впереди у нас 1 сентября, день нефтяника. Обязательно постараюсь снять мероприятие. Кто еще не знает, у нас город, город нефтяников и газовиков. И, конечно же, предстоящие праздники на выходные. Это очень-очень большие праздники почти для каждой семьи. Поэтому на этой прекрасной ноте я закругляюсь. С вас подписка, лайк, комментарии. Если вы подписываетесь, нажимайте на колокольчик обязательно, там рядышком с этой кнопочкой, чтобы вы всегда были, вам всегда будет проходить уведомление. Оно бесплатно, ничего не требует. И вы будете знать, когда у меня выпуск новых интересных видео для вас. Всем желаю добра, позитива, удачи, легкой работы. Пока-пока. Спасибо за просмотр. Всех люблю. На телефон не видно. Розовый-розовый нежный закат. Такой вот розовый закат сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Или он раненый. А если раненый, снимать неохота. Или это птенчик. Ты кто такой? Или раненый боец? Вам ранены, что ли? Это птенчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok